Вот смотрите, я 160, да? Вот смотрите, я ее туда. И там вообще все, там все полое. Вот сам дом тоже идет туда, там все свободно. На днях Надежда увидела, что возле ее дома появилась как будто кроличина ра, ведущая в страну чудес. Только это мало обрадовало пенсионерку и ее соседку. Подвижка грунта дала трещину на фасад здания. Одинокие женщины вызвали бригаду из районной администрации МЧС. Походили, посмотрели, наши же палочки потыкали фонариком, посветили, сказали, это водоканал, это у вас где-то тут прорвало трубы. Мы вызвали водоканал, нигде у нас трубы не прорвало. И весь грунт действительно сухой. А в администрации заверили, что яма точно не оползневый случай. Надежда Александра просит провести экспертизу, чтобы понять, в чем причина двухметровой дыры на их участке. Но оплачивать услуги экскаватора и рабочих им никто не собирается. Местные жители вспоминают, в 70-х годах от такой же ямы провалились три улицы. У меня маленькая пенсия, я считаю, что это все на всю жизнь. Мы сделали недавно внутри хороший дорогой ремонт. Женщины прописаны на улице Депутатская. Однако от представительского тут только название. Раньше здесь жило около 200 семей. Периодически участки настигал оползень. Жильцов переселяли. Но в программу попали не все. Остальные дома сдерживают только корни деревьев. Вот там оползень был. Так знаете, как шумело. Вот ночью ложимся и боимся. То ли встанем мы, то ли нет. Надежда и Александра шестой день подряд смотрят, как непонятная яма поглощает их участок. В районной администрации успокаивают. Рабочие еще раз приедут, чтобы разобраться, в чем причина. Но женщины уверены, что специалисты будут работать медленно и системно, как археологи или кладоискатели. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Результат какой-то. Результат какой-то.